Продолжение следует... Это первый 4-дюймовый смартфон компании со времен выхода iPhone 5s. Смартфон оснащен 12-мегапиксельной камерой. По производительности iPhone SE должен быть на уровне iPhone 6s благодаря процессору A9. Купить новинку от Apple можно за 400 долларов. Огнестрельный псевдо-смартфон Недавно одна из американских компаний презентовала пистолет, который в сложенном виде выглядит как смартфон. Изделие оснащено раскладной конструкцией с двумя стволами, в каждом по одному патрону. Этого количества достаточно, чтобы отпугнуть злоумышленников, так считают в компании. Новинка снабжена безударным механизмом для обеспечения максимальной безопасности и срабатывает только после снятия с предохранителя. В формате смартфон оружие совершенно безопасно, что позволяет носить его в кармане брюк или куртки. Порнохаб запустил канал виртуальной реальности с видео для взрослых. А мне двадцатка, я уже могу глянуть. Просматривать контент для взрослых на специальном канале могут владельцы различных устройств для виртуальной реальности. Заявлена поддержка решений на основе Android и iOS. Однако, по данным Гизмода, на данный момент имеются проблемы с просмотром указанного канала. Во-первых, часто наблюдаются проблемы с доступом. Во-вторых, часто демонстрируется видео с низким разрешением, из-за чего картинка выглядит размытой. В-третьих, иногда наблюдаются проблемы с перспективой, в результате чего актеры могут выглядеть... В-третьих, иногда наблюдаются проблемы с перспективой, в результате чего актеры могут... В-третьих, иногда наблюдаются проблемы с перспективой, в результате чего актеры могут выглядеть 15-метровыми гигантами. А мне смешно? Ну прикинь, ты смотришь, если актер выглядит как 15-метровый гигант, то член у него какой. Пока что доступен просмотр контента лишь от лица мужчины, но в скором времени разработчики обещают исправить эту мини-проблему. Тойота нашли способ побороть замерзание аккумулятора. Как сказали разработчики Тойота, для того, чтобы не замерзал аккумулятор на вашем смартфоне, достаточно вопросов положить в руку и так... Это была шутка, но идея хорошая. Исследователи компании Тойота нашли способ удалить жидкий компонент электролита в литий-ионных батареях. Полученный ими прототип имеет ту же плотность энергии, что и традиционные литий-ионные батареи, но может сохранять работоспособность в гораздо более широком диапазоне температур, например, как в минус 30, так и при плюс 100. Релизный трейлер Dark Soul 3. Несмотря на свой сложный геймплей, фанаты по всему миру ждут третью часть Super Action RPG. Точнее, ждут ее везде, кроме Японии. Начиная с этой недели, Dark Soul 3 стала доступна на полках японских магазинов. Вместе с этим в сети появился релизный трейлер новой игры от компании FromSoftware. Пользователи могут увидеть новые локации, а также мельком посмотреть на рядовых противников и боссов, с которыми им предстоит столкнуться. Это были все новости на сегодня. А если ты оставил комментарий, подписался на канал и поставил лайк, то ты... Тига! Чуть нос не сломал.